Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Продолжение следует... Я говорил, что некоторые из них уникальны в своем роде. Первая такая притча — это притча о десяти девах. Все десять были девами, и все они знали, что жених скоро придет. Все десять заснули. Все десять услышали о том, что он идет. У пятерых было масло, а у пятерых не было дополнительного масла. Пока те пятера ходили за дополнительным маслом, пришел жених и забрал пять мудрых дев на брак и закрыл дверь. То есть пять глупых дев не впустили на брачный перк. За многие века от отцов ранней церкви до наших дней было множество истолкований этой притчи. Кто-то говорит, что масло — это дух святой. Некоторые исследователи Библии делят дев на иудеев и язычников. Говорят, что когда пришел Мессия, язычники его приняли, а религиозные иудеи — нет. Мы не будем идти в подробности. Я приведу вам еще несколько притч. Отправившись в другую страну, господин поручил управление своими деньгами нескольким своим слогом. Он поделил имение между ними, дав кому-то больше, кому-то меньше, кому-то еще меньше. Потом он вернулся и выяснил, что первый слуга удвоил то, что ему было вверено. Второй также удвоил веренные ему финансы, а третий взял тот талант, что ему был вверен, и талант здесь — это не дар, так назывались деньги, и он закопал его в землю. И господин говорит о негодного раба, выброси во тьму внешнюю. Я могу привести еще несколько притчей, но я хочу сразу перейти к тому, на что я обратил внимание. В притчах Иисуса есть слуги или девы, среди которых есть те, кто исполняет то, что требует от них господин, и он забирает их в царство и вознаграждает. Есть слуги, которые не получают награду. Им не позволено войти в царство. Их, к примеру, бросают во тьму внешнюю. Я знаю, есть масса богословских убеждений о том, что это всего лишь притчи. Но некоторые из этих притч касаются возвращения Христа. Несколько лет назад я читал Писание и наткнулся на место в книге Малахии. То есть, разумеется, это место было там всегда, но я никогда не видел его под этим углом. Я прочту вам это место из трех разных переводов. Это место из книги Малахии. Мы говорим о памятной книге как о ключе к вознесению церкви. Прежде чем я прочту вам это место, я осознаю, что расстрою, наверное, половину всех американцев, которые не верят в вознесение. Мы используем слово «вознесение» для описания событий из первой книги Фессалоникицем, 4 главы. Помните, в 16 и 17 стихах там говорится, «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Греческое слово «восхищена» означает «забраны на небо». В английском мы используем слово «взятое с латыни». В наше время слово «восхищение» ассоциирует с возвращением Господа за церковью, за верующими. Чтобы участвовать в этом событии, есть ключ. Это напрямую связано с памятной книгой. Позвольте мне прочитать вам эти переводы. Вы знаете, что в основном я всегда читаю либо перевод 1611 года, то есть версию короля Иакова, либо его новую версию. Но сегодня мы прочитаем абсолютно разные переводы, чтобы вы увидели полную картину разных слов в книге Малахии. Итак, Малахия, 3 глава, 16 и 17 стихи. «Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Его и чтущих имя Его. И они будут моими, собственностью моею в тот день, который я сделаю. И буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему». Еще один перевод говорит так. «Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими. В тот день я приготовлю их. Они будут моей особой собственностью, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему». Ну и еще один перевод. Я хочу, чтобы мы увидели разные детали этого местописания. «Но боящиеся Господа говорили друг с другом. Господь слушал и внимал. В Его присутствии писалась памятная книга о боящихся Его и чтущих имя Его. «Они будут моими», — говорит всемогущий Бог. «В тот день я сотворю из них свое сокровище и буду миловать их, как Отец, сострадая, милует Сына, служащего Ему». В следующей четвертой главе Малахия говорит о великом дне Господнем. Это время скорби. И также в четвертой главе Малахия говорит о том, что до наступления страшного дня Господня вернется Илья. А теперь давайте перейдем к одиннадцатой главе книги Откровения. Там говорится о двух свидетелях, двух пророках, которых мы видим первые три с половиной года скорби. Из четвертой главы Малахия и из четвертой книги Царств второй главы мы знаем, что Илья не умер. По всей вероятности, он один из двух ожидаемых пророков, которые явятся во время скорби. Во время празднования Песоха, каждый раз, когда посвященные Иудеи празднуют Пасху, они ищут Илью. В это время они ожидают прихода Ильи. Когда придет Илья, он объявит о приходе Мессии. А теперь давайте пойдем немного дальше. В небесах пишется памятная книга. О ней Писание упоминает лишь только раз. Это Откровение пророка Малахии. Прежде чем мы поговорим об этой памятной книге, которая пишется на небесах, я хочу перечислить вам о каких других книгах, которые пишутся в небесах, говорит нам Писание. Я не буду спешить, чтобы вы могли записывать местописание. И вот первая такая книга называется «Книга живых». Это 68-й Псалом, 29-й стих. Давайте я прочитаю вам. Автор пишет. «Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками, да не напишутся». Далее, 138-й Псалом, 16-й стих. «Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Итак, Бог нас предузнал, Он видел нас до рождения, и в книге Иеремии сказано, «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». «Глаза мои видели, как формировалось, еще формировалось тело мое. Все дни жизни моей были записаны в твоей книге, когда ни одного из них еще не было». Итак, «Книга живых». Ранее я думал, что это то же самое, что и «Книга жизни», о которой говорится в Новом Завете. Но когда я исследовал эти местописания с еврейской точки зрения и в раввинистическом понимании, некоторые раввины называют эту книгу «Книгой судьбы в небесах», тогда я понял, что есть разница. В этой книге записана судьба человека, вся личная информация о нем, все, что касается внешности и внутренности человека, все, что касается вас. Бог предузнал вас до того, как вы были созданы. И Давид говорит, «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные». То есть еще до вашего рождения на земле. В этой книге записано, кто вы и сколько дней вам суждено жить на этой земле. Я могу говорить об этой книге в деталях, но мне нужно поговорить с вами еще о четырех книгах. Мы говорим о книгах, существующих, на небесах. Вторая книга, существующая на небесах, послание филиппицам, говорит об этом. Посмотрим 4 главу, 3 стих. «Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Откровение 3 глава, 5 стих. «Побеждающий обличется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред Ангелами его». О книге жизни в Новом Завете упоминается восемь раз. Из них семь раз в книге Откровения. Вы помните в Евангелии от Луки 10 главе, когда ученики Иисуса изгоняли бесов из людей, и Иисус сказал им, «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Он имел в виду, что их имена записаны в книге жизни Аггенса. Я называю эту книгу «Журнал регистрации небесного града». В этом журнале должно быть ваше имя, для того, чтобы вы могли войти в вечное Царство Божие. Из книги Откровения мы знаем, что ваше имя должно быть записано в этой книге, и также оно может быть стерто позже из книги, если вы полностью отступите от Бога, вернетесь к греховной жизни и умрете так и не покаявшись. Писание говорит нам, что такое возможно. И вот что я хочу вам на это сказать. Я считаю, что книга живых говорит о вашей жизни на земле, тогда как книга жизни Аггенса определяет вашу вечность. В одной книге говорится о вас, прежде вашего рождения. Бог говорит Иеремию. «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». Он знал его, потому что в небесах есть книги, книга живых, книга судьбы, пророком для народов поставил тебя. Павлу было предназначено стать апостолом Иисуса Христа, он этого не знал. Но это было записано в книгах на небесах. Имена людей, избранных для того, чтобы служить Царству Божьему, записаны в книгах на небесах. Имена всех людей, кто будет жить на земле, записаны в книге живых. Книга живых и книга жизни. Это разные книги. Ваше имя может попасть в книгу жизни, только если вы вступите в Искупительный Завет с Иисусом Христом. Я хочу подчеркнуть, что к Богу не существует много путей. Есть лишь один путь к Богу через Иисуса Христа. Больше никто из вас не умирал и не спустился в недра земли, чтобы забрать ключи смерти и ада. Только Иисус. Итак, 55-й псалом. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» В небесах есть записи, в которых упоминаются все наши слезы, пролитые в молитвах. Это очень важно. Также книга «Дел», Откровение, 20-я глава. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. То есть в небесах есть книга, в которой записаны все ваши дела. Если вы подали кому-то стакан воды, накормили голодного, дали одежду на гому, поддержали служение, вы получите награду в соответствии с вашими делами. Это четвертая книга в небесах. А вот и пятая. Мы поговорим о ней более подробно, и продолжим говорить о ней во второй части на следующей неделе. Памятная книга. Слово «памятная» — это еврейское слово «зекурон», что значит «записанный момент». Это может быть памятный момент, знаменательный день. Это событие, достойное того, чтобы быть записанным. Как, к примеру, день подписания декларации независимости. Все мы знаем, что это произошло 4 июля 1776 года. Это знаменательное событие, памятный день. Итак, в этой книге пишутся важные события, памятные знаковые моменты. Слово «памятное» — еврейское слово «зекар» означает «взять и сделать что-то значимым». Итак, памятная книга — это книга в небесах, в которой записаны имена отдельных людей, сделавших что-то значимое. Если мы заглянем в книгу Малахи, место, которое мы читали в начале программы, мы увидим, что Бог помнит огромное количество людей. Он записал их имена в эту книгу под названием «памятная книга». Мы задаемся вопросом, что помнит Бог? Почему Он желает это помнить? Кого Он помнит? Когда мы изучаем этот вопрос, важно понимать, что Бог выбрал не вспоминать ваших грехов. Но в Бытии, в 8 главе, мы читаем о том, что Бог вспомнил о Ное, остановил воды, и через семью Ное земля снова была населена. В Библии говорится о других людях, о которых вспомнил Бог. Написано, что вспомнил Бог Рахиль и открыл Ее чрево. Бытие, 30 глава. Бог услышал стинания Израиля в Египте и вывел их. Он вспомнил о них. Исход, 2 глава. Бог вспомнил Анну. Она была бесплодна, но Он дал ей сына. Первая книга царств, 1 глава. Итак, Бог кого-то вспоминает и делает что-то для них. Поэтому памятная книга не просто для того, чтобы записывать имена, которые что-то сделали. Но это книга для того, чтобы Бог сделал что-то для них. Будьте внимательны, чтобы понять, о чем я. Итак, что помнит Бог? Давайте рассмотрим места, в которых Бог вспоминает людей. 6 глава Исхода. Бог вспоминает о Завете, который Он заключил со Своим народом. 97-й Псалом. «Вспомнил Он милость Свою и верность Свою дому Израилеву». Число, 10 глава. Бог вспоминает и избавляет Свой народ, который познал Его в трудные времена. Итак, мы рассматриваем памятную книгу, о которой говорится в Малахии, 3 главе. На следующей неделе я расскажу вам, для чего эта книга. Я расскажу о моих исследованиях этого вопроса. Но вот что говорит Библия. Это важно помнить. Особенно для того, чтобы понять содержимое следующей программы. Во-первых, Бог говорит, что Он помнит боящихся Господа. Он помнит тех, кто боится Его. Об этом говорится в 26-м Псалме, 5-м стихе. «Он скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего». Бог скрывает боящихся Его в потаенном месте Всевышнего. Послушайте далее. Это очень важно. Он помнит тех, кто говорит о Господе другим людям. То есть имеются в виду те, кто рассказывают о Нем. Те, кто свидетельствуют другим об Иисусе, отмечены в памятной книге. Если мы пойдем в Новый Завет, а конкретно в 12-ю главу Откровения, там сказано, «Они победили сатану кровью Агнца и словом свидетельства своего». Через это, через то, что вы говорите о Господе. Один перевод говорит, «Любящие Господа свидетельствуют о Нем». Кто любит Господа, кто боится Господа, рассказывает о Нем. Итак, есть люди, боящиеся Господа, любящие имя Его. И вот книга Малахия, 3-я глава, 16-й стих. «Есть те, кто свидетельствуют о Нем, и также те, кто размышляют об имени Его». Евреям, 10-я глава, 23-й стих. «Будем держаться исповедание упования неуклонно». Несколько лет назад в городе Хантингтон, Западная Вирджиния, я говорил об этом в трехчасовом уроке. И эта тема сильно коснулась сердец людей. Это открыло людям глаза, и я решил включить это в программу «Манофест», чтобы об этом могли услышать по всему миру. А если мы пойдем в книгу пророка Малахии, то в 3-й главе говорится о памятной книге. Очень важна следующая часть. Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа. Это 16-й стих. А потом 17-й. Они будут Его собственностью, и Он помилует их. Отчего же Он их спасет? В 3-й главе мы не находим ответа на этот вопрос, но уже в 4-й главе нам становится вполне ясно, отчего Господь спасет их. Я процитирую вам. «Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как соломы. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». И затем Он говорит, когда это произойдет. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, преднаступлением Дня Господня, великого и страшного». Из 2-й главы 4-й книги царств мы знаем, что Илья был забран на огненной колеснице, и ожидается, что в будущем Он явится снова, чтобы объявить о возвращении Мессии. В Откровении 11-й главе мы видим историю о двух свидетелях, которые первые 42 месяца времени скорби, и один из них определенно будет Ильей. Он сможет призвать огонь с неба на своих врагов. Он сможет закрыть небеса на 42 месяца. Это чудеса, которые Илья уже делал. Во времена царя Ахава была засуха. Также он призвал огонь с неба на гору Кармю. Эти два свидетеля из 11-й главы Откровения названы пророками. Когда мы читаем пророчество в Писании, мы не можем рассматривать его вне контекста. Поэтому, не нарушая контекст, у Бога пишется памятная книга, и Бог собирается помиловать группу людей от страшного дня, который в Новом Завете называется временем скорби. А сейчас — внимание. Кто был помилован от этого страшного дня? Те, чьи имена записаны в памятной книге. Они имеют страх Господень, они свидетельствовали о Нем, и они размышляли об имени Господа. И в контексте третьей главы, я считаю это крайне важным, чтобы вы прочитали внимательно притчу о талантах. Талант — это не дар, а деньги. То, как мы должны использовать веренные нам средства. Двое в этой притче удвоили то, что Господин им доверил. А третий закопал талант в землю. Дальше в Малахии говорится о десятине и пожертвованиях. Я верю, что даяние, поддержка работы Царства Божьего — это часть памятной книги. Итак, те, чьи имена есть памятной книги, будут помилованы и избавлены от времени скорби. Это крайне важно понимать. Я открыл завесу к большой тайне. Поэтому я призываю вас не пропустить нашу следующую программу, где я продолжу говорить о памятной книге. Это была программа «Маннафест из Иерусалима». Внимательно послушайте информацию о нашем предложении и также не пропустите заключительный блок программы. Я расскажу вам о своем графике служений. Спасибо, что вы были с нами так же, как и всегда, каждый раз. Только представьте, сейчас конец ноября. Мы в Иерусалиме. На улице 26 градусов тепла по Цельсию. Да благословит вас Бог. Не переключайтесь. С удовольствием представляю вам мою новую пророческую программу на DVD «Древние символы и пророческие притчи о возвращении Христа». В древних катакомбах были найдены удивительные символы в первые три века нашей эры. Эти символы невозможно истолковать без тщательного понимания греко-римской культуры. В этой программе я покажу вам несколько удивительных истолкований тайны возвращения Христа. Также я подробно рассказываю о притчах Нового Завета, указывающих на возвращение Христа. Я объясню удивительные откровения в притче о талантах, а также откровения из притчи о десяти девах, о 153 рыбах. Мы поговорим о том, что скрыто для нас в истории о свадьбе Кани Галилейской, и в притче о нерадивом слоге. В этой программе я говорю о словах, на которые читающие Новый Завет часто даже не обращают внимания. Мы поговорим о трех важных духовных битвах, в которых Дети Божии будут принимать участие в последние дни. Также я добавлю к вашему заказу два уникальных аудиодиска, подрезая ваше семейное древо. Какое непотребство прицепилось к вашему семейному древу? Какие у него ненужные злые корни? Я расскажу вам, как изменить плохие гены в ДНК вашей семьи, используя духовные принципы и духовные законы из Слова Божьего. В своем учении я покажу вам, как связать духов и разорвать негативные циклы в своем роду. Приготовьтесь избавиться от того, что не дает вам приносить плод в вашей жизни и иметь успех. Новая DVD-программа вместе с аудиодисками станет вашей. При вашем пожертвовании от 30 долларов и выше. Звоните по телефону, указанному на экране. Или сделайте заказ на нашем сайте. Вы также можете написать нам по адресу на экране и указать номер заказа. PAR-130 Это предложение действует ограниченный отрезок времени. Поэтому звоните нам уже сегодня. Я уверен, этот ресурс вас очень сильно благословит. Дамы и господа, кто смотрит нашу программу, я надеюсь, вы воспользуетесь нашим предложением и закажете наш новый ресурс. В этом году мы сделали две DVD-программы «Апокалипсис. Легкие для понимания» и «Древние символы и пророческие притчи о возвращении Христа». Вместе с ним идет аудиодиск «Подрезая ваше семейное древо». Необычное название. Вы можете перезарядить вашу духовную ДНК. Поэтому будьте благословлены, слушая и смотря эти программы, на подготовку которых мы потратили много часов. Многие сразу после проповеди переключают канал и в итоге не слышат, куда мы приедем для того, чтобы послужить вам. Итак, коротко наше расписание. Церковь Ассамблея Вест Монро, штат Луизиана. На нашем сайте вы найдете более подробную информацию. Со 2 по 6 октября нас ждет конференция «Главное событие», куда съедутся люди из разных городов. Будет много прекрасных спикеров. И в субботу будет уличный фестиваль. А также я хотел бы объявить грандиозное событие, которое ждет вас впереди. Оно называется «Коулфилдское пробуждение». Молодой евангелист Ник Уолкер из Западной Вирджинии организовывает служение. Оно состоится в конференц-центре округа Беркли-Райли с пятницы по воскресенье. 26, 27, 28 октября. Я с нашей музыкальной группой прибуду туда в пятницу вечером. В субботу я буду проповедовать. Также будет служение и воскресенье. Я призываю всех жителей Западной Вирджинии, если вас беспокоит эпидемия наркомании, бедность в нашем регионе, духовный литургический сон, то приходите и боритесь вместе со мной против духовного застоя. Давайте вместе верить Богу, что Он изольет от Духа Своего и принесет пробуждение в Западную Вирджинию. Возможно, на следующей неделе я найду время, чтобы рассказать вам, что случилось с моим отцом перед его смертью, какое Бог дал ему слово. Мы верим, что Бог дарует пробуждение в Коулфилд и в Западную Вирджинию, в Кентукки и Южный Огайо, регион гор Апалачей. Поэтому, пожалуйста, молитесь вместе со мной за это важное служение, которое, к слову, уже не за горами. Конечно, я также скоро поеду в Израиль. Молитесь за благоприятную погоду. Я планирую записать 35 новых программ. Дорогие ходатай, согласитесь молиться вместе с нами, чтобы у нас была отличная поездка. Не пропускайте наше молитвенное служение по вторникам в Омега-центр в Кливленде. До встречи на следующей неделе. Этой осенью в Омега-центр с 4 по 8 октября в Кливленде пройдет главное событие года. Вы услышите сильные проповеди Пэри Стоуна, Кевина Уоллеса, Томми Бейтса и Рона Карпетнера. А прославление от Линды Лакули. В субботу вас ожидает ежегодный осенний фестиваль, где будут аттракционы для детей, прекрасная еда и особенная музыка от хора Университета Ли. Более детальная информация на сайте. Не пропустите главные события этой осени. С нетерпением ждем встречи с вами. Субтитры создавал DimaTorzok